Техника в магазинах. Бегам. Сила в твоих руках. Подробности 58-2014. Новости на 12 канале. В студии Евгений Макеевский. Здравствуйте. Мы предлагаем вам обзор главных городских событий и событий в регионе. Смотрите в этом выпуске. Летом количество преступлений в отношении детей увеличивается. Дорожных происшествий больше. Чаще дети уходят из дома. В этой сложной сезонной социальной проблеме сегодня разбирались Павел Панофи, Анатолий Холин. Многодетных матерей учили спасению на воде. На базе спасателей состоялся специальный урок. Подробности смотрите в новостях канала 12. Дерево вновь упало на подъезд жилого дома в Череповце. Жильцы бьют тревогу. Что делает управляющая компания? Расскажем о новостях на Первом городском. Летние каникулы опасны для детей. Именно такой вывод можно сделать, оценив полицейские сводки. Ребята все чаще попадают под колеса машин, периодически убегают из дома и, гуляя допоздна, становятся жертвами преступников. По словам специалистов, порой детям не хватает внимания взрослых. О том, к чему это может привести, расскажет Павел Панов. Летит на всех парах по пешеходному переходу, едва не задевая прохожих. А ведь так и происходят аварии с участием велосипедистов. Любители двухколесников выскакивают на проезжую часть и водители просто не успевают затормозить. Как результат – ссадины, ушибы и переломы. Это в лучшем случае. Вы не пешеход сейчас, вы водитель. Вам разрешено движение по тротуару. В законе это прописано. Разрешается движение по тротуару. Разрешается по краю проезжей части. Но по пешеходному переходу это запрещено делать. Как признался Лихач, ездит он по наитию. После беседы с инспектором парень обещает выучить все правила для велосипедиста. Именно знание правил помогло бы избежать аварии, которая произошла накануне. В машину, которая выезжала со двора, влетел 11-летний велосипедист. Школьник отделался ссадинами и синяками. Всего с начала года в авариях травмировались 9 велосипедистов. Причем трое из них сами стали виновниками происшествий. На тротуарах много количества людей, и поэтому быстро ездить, соответственно, нельзя, потому что много детей, много… Вот дети на велосипедах тоже есть. Во время каникул зачастую школьники предоставлены сами себе. Родители на работе или занимаются еще какими-то делами. Вот и слоняются ребята в поисках приключений. Заводят новые знакомства. Этим могут воспользоваться злоумышленники. Именно летом статистика преступлений против детей неуклонно растет. Грабежи и изнасилования. На особом контроле у стражей правопорядка розыск ребят, которые убегают из дома. Фактам безвестного исчезновения детей и подросткам придаем особое значение, поскольку за тот период, пока ребенок отсутствует дома, с ним может произойти что угодно. Может случиться несчастный случай, может быть совершено преступление. Поэтому все вот эти вот заявления, сообщения о пропаже несовершеннолетних без вести, они находятся на особом контроле. Так в Череповце продолжаются поиски 13-летней Елизаветы Токмачевой. Она еще 1 июня не вернулась домой после прогулки. Как говорят специалисты, порой подростки, как бы протестуя против воли взрослых, убегают из дома. Кто-то демонстративно пытается шантажировать родителей, а у кого-то это перерастает в патологию. Это протест ребенка. Активно он не может противодействовать тем же родителям, той же школе. И он выбирает так называемую пассивную форму защиты, это уход. Другое дело, что если ребенок один раз ее попробовал, и ему от этого стало легче, он, естественно, эту реакцию закрепляет и начинает повторять. Данная проблема свойственна для асоциальных семей, либо семья, где происходит негармоничное воспитание. С начала года по области поступило около 600 заявлений от родителей и руководства интернатов, чьи дети убежали. Большинство удается найти и вернуть домой, однако некоторые неделями или даже месяцами не выходят на связь с родственниками. Родителям только остается догадываться, не стал ли их ребенок жертвой преступления. Ведь дать отпор злоумышленнику ребенку будет нелегко. Дети могут пострадать не только в результате преступления и нарушения правил дорожного движения. Несчастные случаи на воде, на Вологодчине, нередкость. Череповцы многодетным матерям спасатели рассказали, как избежать трагедии. Если вы с маленькими детьми, то, конечно, надо следить за детьми обязательно. То есть не оставляйте их без присмотра. Потому что также не единичный случай, когда родители изнашивают практики, то есть занимались своими делами компанией, дети были предоставлены сами себе и происходили несчастные случаи. Напомним, неделю назад под Вологдой утонули сразу два ребенка. Мальчики 5 и 10 лет оказались на берегу без присмотра взрослых. Следователи предполагают, что младший начал тонуть, а старший пытался ему помочь. Спасатели напоминают, важно правильно оценивать свои возможности. Если тонущего удалось вынести на берег, в первую очередь нужно положить его на колено, чтобы из легких вышла вода. Потом в случае необходимости провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Как говорят в региональном обществе спасения на водах, лучшей профилактикой трагедии станет массовое обучение детей плаванию. Такие программы уже есть опыт в других областях, там выделяются бюджетные средства на область. И, естественно, детей обучают плавать. Плавать, ну, в данном случае, я считаю, что должны уметь практически все. На другим темам предпринимательские проекты со всего северо-запада страны сегодня представили в областной столице. Вологодский центр активного отдыха и туризма стал площадкой для проведения национальной премии «Бизнес-успех». О самых ярких моментах форума расскажет Павел Громов. Частные предприятия, магазины, центры детского развития и даже частная автошкола. Герои этих фоторабот не стесняются. Дело, которым они владеют. Десятки предпринимателей со всего северо-запада сегодня собрались в 30 километрах от областной столицы. Вологда в этом году принимает национальную премию «Бизнес-успех». Открытие фотовыставки стало своеобразным стартом форума. Те, чей бизнес попал в объектив, сегодня тоже здесь. Однако география национальной премии списком подписи под работами не ограничивается. Среди участников представители почти трех десятков населенных пунктов. Должен сказать, что этот форум не уникальный в каком-то смысле, в том смысле, что он проходит не только в Вологде, но он уникален как раз именно тем, что он проходит по всей России. И востребованность идет во всех регионах страны. В данном случае сегодня в Вологде мы проводим форум по северо-западному федеральному округу. Такие форумы как раз проходят именно объединяющиеся округа. Искусство родное для Вологжан и до сих пор поразительное для приезжих из других регионов. В шатре вместе с кружевом традиционные половики, серебряная и деревянная утварь, иконы, поодаль варенье. Все под маркой настоящего вологодского продукта. Здесь сегодня собрались представители бизнес-сообщества не только нашего региона, но и в целом Российской Федерации. Поэтому, чтобы они смогли понять, увидеть, чем живет наш регион, какие вот его особенности, изюминки, мы как раз вот сегодня и представляем здесь. На центральной площадке с утра и до обеда значимая часть форума. Национальная премия «Бизнес-успех», своего рода соревнования. Жесткий регламент презентации, каверзные вопросы от жюри и непредсказуемая погода, которая в любой момент может разбавить чье-то выступление. В очень уникальном месте. Огромное количество проектов представлено было, и предварительный отбор происходил. И сейчас каждый представляет свой проект. Проекты разные, проекты, конечно, не только из Вологодской области, из других регионов. Конечно, хочется поддержать наших земляков, Вологжан, но необходимо быть объективным. Понравились очень проекты ребят из других регионов, очень интересные были проекты в сфере фастфуда. Именно с фастфудом, питерскими вафлями, пришлось соревноваться проекту Натальи в номинации «Лучший молодежный». Вот уже пять лет бизнес-леди занимается продажей хостоваров. Под ее руководством маленькая фирма превратилась в уверенного участника рынка с индивидуальным сервисом и даже интернет-магазином. Очень переживали, что конкуренты будут серьезные, но казалось, что зря переживала. Вот сейчас уже все очень легко, боялась вопросов, но вопросы были очень хорошие. Победителям в подарок путевки на международную стажировку и денежные гранты в качестве главного приза «Золотой домкрат» – символ поддержки малого предпринимательства. Вместе с бизнесменами в Центре активного отдыха и туризма сегодня награждали и представителей муниципалитетов. Отдельная номинация национальной премии «Бизнес-успех» была посвящена чиновникам, которые помогают развиваться малому и среднему предпринимательству. В числе финалистов оказались и в Улакжане – должностные лица из Грязовецкого и Вытигорского районов. Ежегодно наращивали субсидиарную поддержку, имущественную поддержку и все виды поддержки малым и средним предприятиям. Начинали мы с 350 миллионов рублей в 2015 году. В 2015 году мы выйдем уже на уровень более 1 миллиарда рублей поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса. Мы оказываем поддержку прежде всего, конечно, предприятиям производственного сектора. Научным предприятиям, предприятиям, которые создают новые товары, новые продукты. Также в Стрезнево в течение всего дня проходили мастер-классы, конференции и выставки, посвященные современному бизнесу. Федеральные эксперты на собственных примерах знакомили предпринимателей с лучшими практиками, а также учили основу продвижения стартапов. Ежемесячная выплата опекунам на содержание детей-сирот может увеличиться до 10 тысяч рублей. Против прежних 5 тысяч региональные парламентарии предлагают внести изменения в областной закон. Вопрос рассмотрят на очередной сессии 24 июня. Размер денежной выплаты не индексировался уже 7 лет. В апреле прожиточный минимум на детей увеличили до 9 911 рублей. Такую же сумму парламентарии предлагают установить и на содержание сирот, находящихся в семьях под опекой. Добавим всего, на повестку предстоящей сессии будет вынесено порядка 20 вопросов. Один из ключевых – внесение поправок в бюджет области. На предстоящей сессии мы дополнительно распределим около 2 миллиардов рублей. 1 миллиард рублей придет дополнительно из федерального бюджета. Основные средства будут направлены почти половиной – 400 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства, 190 миллионов рублей на строительство крытого катка в Великомустюге и 180 миллионов рублей на переселение граждан из веткового аварийного жилья. Вишневое дерево упало на козырек подъезда жилого дома. ЧП произошло накануне вечером на Архангельской, 29. Подобные случаи происходят в городе не в первый раз. Кто в ответе за безопасность собственников многоквартирных домов, выясняла Татьяна Жданова. Я дома телевизор смотрел, слышу, зашумело, что в окно посмотрел, зашумело. Посмотрел, думаю, дерево ничего себе упало, думаю, стекла как-то еще целые остались. Дерево, скорее всего, упало из-за сильного ветра, считают местные жители. Вишня в таком состоянии висела на фонаре в течение часа, пока наш оператор не предложил свалить дерево на асфальт, чтобы вишня вместе со световой опорой не рухнула кому-нибудь на голову. Да, теперь безопасно. Позвонить в аварийную службу управляющей компании жильцы не догадались. Специалистов вызвала наша съемочная группа. Общаться с нами коммунальщики особого желания не имели. Какие-то действия-то будете предпринимать? Так, идите вы отсюда. В смысле идите отсюда? Действия будут приниматься. Какие? Но сотрудники компании смогли объяснить, что деревья около этого дома изначально были высажены не по правилам. Вот так бы упало туда, на балкон, на тело, кто посадил его, была бы красота. Потому что запрещено же было сажать. По правилам, деревья и кустарники не должны расти ближе пяти метров от жилого здания. Нарушение этих правил представляет угрозу для фундамента дома и для здоровья жильцов. Что касается упавшей вишни, через полчаса дерево распилили и убрали с тротуара. Это не единственное дерево, которое мешает местным жителям. Об этом знает и руководство управляющей компании. Собственники квартир обращались с коммунальщиком с заявлением на опиловку деревьев. Но получили отказ. Поскольку они очень раскидистые, особенно с той стороны дома. Они старые и свет не проникает в квартиру. Но мне ответили, что денег на опиловку нет. По закону, содержание имущества жилого дома возложено на собственников квартир. Однако, ответственность несет и управляющая компания. Именно она заплатила бы за ущерб, упадет дерево, на машину или на человека, говорят специалисты. Она обязана надлежаще содержать по договору управления, независимо от того, есть средства или нет. Она должна выносить этот вопрос о деньгах на текущий ремонт, в который входит и снос дерева, на общее собрание. То есть она должна предлагать собственникам. Нет денег – это не ответ. Значит, нет контакта в первую очередь с собственниками управляющей компании. Чиновники советуют, если коммунальщики не выполняют свои обязанности и не идут на контакт с жильцами, стоит задуматься о смене УК. Добавлю, что руководство управляющих компаний общаться с нами отказалось. У нас есть еще новости. Вот о чем вы не узнаете, если поменяете канал. Наказание за похищение, убийство и разбой. Жертвой преступления стала бухгалтер трубопрокатного завода в Череповце. Убийца оказался бывший рабочий. Следователи и подозреваемые поменялись местами. Сегодня в Череповецком городском суде рассматривали дело о получении и вонгательстве взятки. О новых обстоятельствах в деле Папа Георгия смотрите в новостях на канале 12. Тропы здоровья в Зеленой Роще в этом сезоне будут латать параллельно ремонту дорог в городе. Старой асфальтной крошкой подсыпят проблемные зоны. Что мешает городу провести полномасштабное благоустройство троп здоровья, выясняли Вера Кучеренко и Егор Плюснин. Итак, об этом и многом другом. Смотрите сразу после рекламы. Не меняйте канал. Субтитры сделал DimaTorzok Обеспечим гарантийное и постгарантийное обслуживание. Техномол. Ленина 88. Любецкая 2. Телефон 20 20 78. Сантехника Люк, здравствуйте. Алло, у вас ванны есть? У нас ванны есть. Очень большой ассортимент. И с гидромассажем, и с телевизором, и с холодильником. Любые. Где вы находитесь? В Череповце на командарме Белова 36. Только в этом месяце. Скидка на все товары до 50%. Сеть магазинов «Ремонт». Мы в каждом районе города. Не дают мне кредит. Возраст, говорят. А Люби седьмой квартиры дали. Кредиты пенсионерам со скидкой 10%. Про бизнес банк. 67 50 50. Лада Гранта. От 259 тысяч рублей в Северавто. Телефон в Череповце. 62 30 40. Новая стоматология. Доброжелательная обстановка. Индивидуальный подход. Новая стоматология. Все дело в улыбке. Проспект Победы 95. Телефон 52 08 32. Открою секрет. Самый быстрый способ построить комфортный дом. Приходите в строительный двор «Аксон». Строительные материалы по низким ценам. Строительный двор «Аксон». Рыбинская, 59. А через сайт аксонквик.ру еще быстрее. Экономлю время и силы. Это новости на Первом городском. Мы продолжаем. 15 лет лишения свободы. Такое наказание получил убийца жены директора трубопрокатного завода в Череповце. 32-летний мужчина был признан виновным в похищении, разбое и убийстве. В конце августа прошлого года в полицию поступило сообщение об исчезновении 52-летней женщины. Она работала бухгалтером на трубопрокатном заводе и была женой генерального директора предприятия. В день исчезновения она уехала с работы на своей машине, а спустя несколько часов на телефон супруга поступила СМС-ка с требованием выкупа 3 миллионов рублей. Зло-мышенник подкаравалил свою жертву около завода, жестоко избил и вывез за город. Умершую женщину преступник закопал в лесу. Автомобиль жертвы и наличные, которые были у женщины, злодей присвоил себе. Приговором суда ему назначено 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Следовательно, скамей подсудимых очередное дело о коррупции рассматривал сегодня Череповецкий городской суд. По версии следствия, Георгий Папа Георгий за 60 тысяч рублей предлагал прекратить расследование ДТП со смертельным исходом. Подробности из заседания суда у Ивана Бурыкина. Подсудимый признал свою вину еще на прошлом заседании. Это смягчающее обстоятельство не отменяет процесса. Сегодня весь день допрашивали потерпевшего и свидетелей. На каждого минимум по часу. Несмотря на то, что руководители бывшего следователя привлекли к строгой дисциплинарной ответственности, подсудимого они характеризуют положительно. В личности Папа Георгий, откровенно говорить, он лучший работник отдела. У него были всегда самые лучшие показатели в работе. Самое большое количество отдел, которое у него находилось в производстве, самые сложные дела. Больше всех оканчивал производство материалов. Могу их характеризовать как хозяйственного, трудолюбивого, воспитывать четырех детей. 2 января этого года Денис Туаев насмерть сбил пожилую женщину. Виновен ли он в этом ДТП, теперь выясняет другой следователь. А сегодня прошла еще одна автоэкспертиза. А полицейский, который расследовал обстоятельства изначально, Георгий Папа Георгий, потребовал у водителя 60 тысяч рублей. Потерпевший записал разговор на телефон и отнес в следственный комитет. Когда вы в эти дни производили запись, вы предупреждали о том, что будете вести запись переговоров Папа Георгий? Нет. Вы предупреждали? То есть для него это происходило скрытно? Да. За деньги Папа Георгий предложил прекратить доследственную проверку. По словам участника аварии, ему грозили уголовным делом, содержанием в СИЗО, огромным иском от родственников и конфискации авто. Деньги нарушитель ПДД заплатил не сразу, в итоге потерпевшие подали иск на полтора миллиона рублей, а машину вернули только после назначения нового следователя. То есть эти документы были достаточными для того, чтобы следователь Басин, как я понимаю, принял решение о том, чтобы выдать Туваеву и его автомобиля на ответственное хоронение до решения туда по делу. А эти же документы были, когда дело находилось в производстве следователя Папа Георгия? Документы на автомобиль были те же самые. Те же самые, да? Оперативники ФСБ задержали следователя с поличным прямо на рабочем месте. На глазах у непосредственных руководителей из кабинета изъяли 30 тысяч рублей. Вот ваша реакция какая была после того, как были деньги обнаружены? Такая реакция сдержана. Что я могу за мной услышать? Нет, ну может быть, вы какой-то беседу составили с подсудимым. Нет, мы разговариваем. Завтра по делу Папа Георгия начнутся прения. Приговор будет вынесен в ближайшее время. Между тем, бывший следователь уже наказан. Уволен за проступок, поручающий честь сотрудника правоохранительных органов. Вероятно, без прежних доходов воспитать четверых детей будет сложно. Один школьник не сдал ЕГЭ по русскому языку. Трое написали тест на 100 баллов. Результаты первого обязательного экзамена стали известны сегодня. Как рассказала нам заместитель начальника управления образования Лина Коробейникова, в Вологодской области высшую оценку по русскому языку получили 16 выпускников. Из них трое – череповчане. 100 баллов набрали ученики 9, 14 и 26 школы. В среднем за русский язык череповчане получили 69 баллов. Это выше, чем в прошлом году. Всего экзамены сдавали 1465 человек. Что касается школьника, не набравшего минимальное 24 балла, то в случае успешной сдачи математики у него будет возможность переписать русский язык в резервный день – 22 июня – и получить аттестат. Апелляции по этому предмету принимаются до 15 июня. Профильный класс теплоэнергетики появится в Череповце. Четырехсторонние соглашения сегодня подписали чиновники от образования области и города, а также руководители 12-й школы и лесомеханического техникума. Мы заключаем, по сути дела, договор о сетевом взаимодействии. То есть мы будем использовать совместно материальные, кадровые, учебно-методические ресурсы. То, что может дать техникум, я уже сказала, это материальная база, современные лаборатории, компьютерные классы, овладение практическими навыками будет проходить на базе техникума. И углубленное изучение предметов на базе школы. Новый класс в школе появится уже в следующем учебном году. Мест всего 15, а претендентов уже 28. Ребят ждет углубленное изучение предметов. После окончания школы выпускники смогут поступить в техникум, а затем и в Вологодский вуз. Специалисты уверены, что профильное образование поможет ребятам без проблем найти себе работу в сфере теплоэнергетики. В школе предполагается, что будут проходиться углубленно дисциплины физика, математика, информатика. Но и в самом техникуме на базе ресурсного центра будет тоже вестись целый ряд предметов. Это и основы технического очерчения, основы исследовательской деятельности, основы электротехнического материаловедения, основы электротехники. То есть вот тот необходимый минимум, который облегчит жизнь студенту в последующем. Тропы здоровья в Зеленой Роще глобально брогоустраивать не будут. В этом сезоне планируется только подсыпка проблемных участков. А в этом сегодня в ходе рабочей прогулки рассказал мэр города Юрий Кузин. Латать ямы будут старой асфальтной крошкой. Почему в Зеленой Роще не могут проложить настоящие асфальтовые дорожки, расскажет Вера Кучеренко. 11 километров пеших троп, 12,5 вела и 10 километров лыжня. Разгуляться есть где, однако о комфорте зачастую речи нет. Зимой там удобно, а допустим, сейчас там на коляске, например, не проехать, поэтому гуляем по асфальту. Если бы там было благоустроено, мы тут шли мимо, Юля мне показывала. Если бы было благоустроено там, да, наверное, было удобно там дышать свежим воздухом. Благоустраивать тропы здоровья начали в 2011-м. Там появились указатели, два десятка скамеек. И, как уверяют в спорткомитете, за этой территорией следят. Регулярно убирают мусор, подрезают поросль. Для того, чтобы было комфортно двигаться, по заболоченным местам мы проложили гати, то есть положили доски, по которым можно проходить. Но все равно после дождя по части маршрутов можно проходить только в специальной обуви, в резиновых сапогах. И все-таки, несмотря на экономию бюджета, в этом сезоне на тропах здоровья небольшие перемены ожидаются. И спорткомитет, и ряд активных череповчан предлагают усовершенствовать отдельные участки этой дорожки. Усовершенствование несложное, произвести, по большому счету, дополнительную отсыпку. Мы это сделаем и привязываем это к ремонтной кампании. Все равно будем снимать асфальт, и часть асфальта вот этой крошки вывезем сюда на отсыпку. А вот глобально благоустроить тропы городские власти не могут. Территория в собственности Череповецкого района. Юридически передать землю городу очень трудно. Есть и другие препятствия на пути к комфорту череповчан. Территория Зеленой Рощи – особо охраняемая зона. Здесь нельзя пилить деревья, да и вообще масштабная реконструкция тут противопоказана. Именно поэтому тропы здоровья не асфальтируют, и спортивные сооружения здесь тоже не построят. Хотя кое-какие спортивные тренажеры здесь все-таки имеются. Две перекладины для подтягивания затерялись где-то в лесу, но бывалые посетители о них должны знать. В будущем будем делать какие-то простейшие спортивные тренажеры из подручных материалов, из того же болезника, бревна для джимани, еще что-то для мышц завода, все вот такие упражнения. Если от тропы здоровья вы не ждете городского комфорта, можете смело отправляться в Зеленую Рощу. Череповчан призывает стать донорами костного мозга. 15 июня в городе впервые пройдет акция по забору крови на определение фенотипа. Для того, чтобы в нужное время врачи оперативно смогли найти для онкобольного человека, подходящего донора в России, формируется специальный национальный регистр. Стать потенциальными донорами костного мозга теперь могут и череповчане. Об этом и многом другом рассказала волонтер благотворительного фонда АТВИТА Наталья Афанасьева. Она координирует акцию по забору крови на типирование в нашем городе. Подробности читайте в свежем номере газеты «Голос Череповца». Сегодня Международный день друзей. Этот праздник появился в 1935 году. Считается, что этот день нужно проводить со своими друзьями, выражать им свою любовь и уважение. Что такое дружба и ценят ли ее череповчане, мы спросили на улицах города. Дружбе, значит, уважать друг друга, помогать друг другу. Чтобы помогали в трудной ситуации, спасали из беды какой-нибудь. Мне кажется, настоящего друга не надо проверять. Мне кажется, он сам все докажет дружбой, отношением. На стадии рождения у меня так придут ко мне и поздравляют. Лучше иметь 100 рублей, чем 100 друзей. Почему? Потому что друзья иногда бывают такие, что могут придать в любой момент. Хороших вам друзей. Ну а через пару минут смотрите прогноз погоды, а затем не пропустите сериалы «Шальной ангел». Ее звали Никита и Шпионка. А прямо сейчас полезная рекламная информация. Я прощаюсь с вами. Рядом с домом номер 9 на улице Годовикова свободная парковка и пустая детская площадка. Но это ненадолго. 5 июня дом сдан комиссии Государственного строительного надзора. А значит, уже скоро собственники жилья получат долгожданные ключи от квартир. Я бы отметил еще то, что это как раз пример комплексного строительства, комплексного проектирования. Обратите внимание, что вся территория комплексно благоустроена. Мы должны не только, скажем, жить в квартире, мы должны еще гулять на воздухе. Дети должны иметь свою площадку. При строительстве дома было уделено особое внимание, удобству и безопасности. Так, через систему домофона до каждого жителя доводится предупреждение о какой-либо чрезвычайной ситуации. На этапе строительства бюро проектирования «Жилстройзаказчика» учитывались желания будущих собственников. В том числе относительно планировки квартиры, выбора цветовой гаммы и текстуры отделочных материалов, наличию дополнительных опций, таких как установка электрического теплого пола. Важно отметить, что все квартиры в доме сдаются уже с готовой отделкой под ключ. Ламинированный паркет, натяжные потолки, обои под покраску. В санузле сделана сантехническая разводка для стиральной машины, установлены счетчики, застеклены лоджии. Даже подача тепла регулируется непосредственно собственникам жилья внутри квартиры. Все сделано с учетом максимального комфорта. Когда мы кухни рассматривали, то есть, естественно, рассматривали, что кухни были достойны для хозяев квартир. То есть, в кухне делаем мы от 10 до 12 метров. В каждой квартире есть лоджии. То есть, это обязательно для нас условие, чтобы человек мог спокойно пользоваться, помимо комнат, еще и свободным доступом, выход на балкон, на лоджии. То есть, полюбоваться пейзажем, посмотреть, что делает ребенок на детском городке. В этом доме большинство семей приобретали жилье в ипотеку. Благодаря сотрудничеству ООО «Жилстройзаказчик» и ООО «Сбербанк России», будущие жильцы могут воспользоваться привлекательным предложением. Это дает возможность нашим клиентам и покупателям жилья «Жилстройзаказчика» заранее оформлять документы и нести вместе с партнерскими программами меньше расходов для того, чтобы обеспечить свою семью новым современным качественным жильем. В ближайших планах ООО «Жилстройзаказчик» строительство 6-го и 7-го дома комплекса «Ленинградский». Также в этом году сдача объектов на улице Белинского и по улице Рыбинской. А значит, еще больше череповецких семей смогут стать обладателями собственных комфортабельных квартир. Редактор субтитров А.Семкин